Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, друзья! Вы по-прежнему, я уверен, с удовольствием смотрите и слушаете телерадиоканал «Страна-ФМ» в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, ну и, конечно, наши сегодняшние гости, которых, надо сказать, мы очень ждали. И мы очень рады, что сегодня они у нас в гостях. Сегодня концертный зал имени Тамерлана и Алюны. Привет! Всем привет! Очень приятно, ребят. Спасибо вам большое. Большое спасибо, что выбрали время. Ну, как мы. Куда же мы делимся? Спасибо вам, что пригласили. Это большое такое серьезное событие. Надо объяснить тем, кто, может быть, не в курсе. Дело в том, что клипы и песни Тамерлана и Алены звучат и крутятся на многих телеканалах, на многих радиостанциях. Ну, вот так вот пообщаться живем в России, в нашей стране, в общем, далеко не каждому удалось. Или вообще еще никому не удавалось, можно так сказать, да? Ну, за эти годы, наверное, так. Это такой выезд очень серьезный, наконец-то, к истинным поклонникам в массы. Ну, и, конечно, концертное выступление сегодня, о котором давайте сразу скажем и потом еще раз напомним. Тамерлан, давай, напоминай всем. Сегодня мы всех ждем в Шахте-Террасе в 22.00. Будем петь лучшие свои песни, танцевать, естественно, отрываться, веселиться и так далее. Время собраться еще есть, так что, девочки, напудриваемся, причапуриваемся. И лето есть еще, скажу, самое главное. Есть, конечно, еще. Немножко, немножко есть. При желании можно попасть всегда. Ну, а в Москве вообще впервые вы? Ну, мы не впервые в Москве, но, будем говорить так, это такое первое наше выступление здесь. И мы надеемся, что будет биток. А будет биток сто процентов, вы можете даже в этом не сомневаться. Приехали ребята, надо сказать, из Украины, но там бывшего времени в Киеве, да, вы проживаете? Да, мы живем, да. И гастролируете по всему миру, где только уже за эти годы не побывали. Есть место, куда вот хочется и мечтается отправиться с концертом, разумеется. Мы сейчас не про шезлонки говорим. Да, да, вот мы очень давно хотели слетать в Ирландию, и недавно вот был запрос в нашем концерте. Мы туда скоро полетим, посмотрим все эти красоты. Вот лишние подтверждения и мечты сбываются. Слушайте, ну а вот наши города, это какие ваши города можно назвать? Все. Вообще это специально, на самом деле такой гимн вообще всем городам. Эта песня была специально написана, мы хотели быть услышанными для всех, вот, и чтобы все качали вместе с нами. И в любой город во всем мире, в который бы мы ни приехали, мы вот точно знаем, что эта песня будет идти на ура. Туристические компании, какие-то предложения делали. Да, 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 это были туристические компании. Ребята, вот, ну вот, слушайте, ну вы так классно сделали. Во время просто оформления путевок они все включают эту песенку, вот, и мысленно отправляются в свою страну, куда бы они хотели. Ну, скорее всего, это Киев, да? Это какой еще ваш город? Что-то в Америке, скорее всего, есть какой-нибудь город? Обязательно, Л.А., наш любимый. В Барселона, в принципе, так же, да, в котором мы снимали клип на эту песню. Нам очень понравился этот город. Мы сейчас отправимся туда, обязательно посмотрим этот клип. Скоро, возможно, скоро это будет и Дубай. Потому что мы тоже туда скоро летим с концертом. Вот, в наших соцсетях мы будем объявлять, где именно и во сколько. Это значит, Алена обязательно будет в купальнике, на пляже, да? Или это Таверлан будет в окружении нескольких девушек, наверное, на пляже? Если Таверлан будет в окружении нескольких девушек, я точно буду в купальнике. А девушки будут в каких-то длинных-длинных нарядах, непременно. Очень здорово, что вы сами пишете песни. Таверлан, насколько мы задаем слова, а, Алена, ты музыку или то и другое? Ну, уже 50 на 50. Уже бывает такое же слово. Друг друга обучаете, да? Да, я залезла в его слова. Ну, на самом деле, Таверлан просто занимается и продвижением нашего проекта. У него, я понимаю, он устает. У него крепкие мужские руки должны продвигать, да. Да, и поэтому вот я беру на себя много чего. Потом все-таки мы дополняем друг друга, Таверлан помогает и с музыкой, и с текстами. И бывает даже что-то прям на студии, вот появляется новый, или мы просто меняем половину текста. Такое тоже бывает, это нормально, потому что недавно... Смысл песни в корне меняет. Да, и смысл песни меняется, потому что иногда бывает, вот, ну, нужно походить с вот тем текстом, подумать. Да, это должно прийти, вот, и, как правило, это как раз на студии, вот, и рождается. В том самом месте. Любите сидеть на студиях вообще? Обожаем. И концерты все-таки больше. Да, и недавно, кстати, привели на студию нашего сына. У нас есть сын? Тимурчик. Тимурчик, да. Конечно, они очень даже поговорили. Пока скажите, наши города, Тимур любят эту песню, этот клип? Он очень классно танцует под эту песню, у него своеобразные какие-то танцы такие, которые просто сложно повторить. У него свой стиль какой-то будет у парня. У него свой стиль, да, он вырабатывает свой стиль. Супер, ну, значит, значит, будем праздновать новую звезду скоро. Ну, если сейчас будет слушать, смотреть, давайте мы тоже потанцуем, подвигаемся. Кто как умеет, дорогие друзья, у каждого... Барселона? Своя хореографическая подгонка. Давайте туда, да, отправимся. Отправляемся в Барселону, с огромным удовольствием смотрим. Тамерлан и Алена, наши города, концертный зал «Страна-ФМ». Будни съедают нас с тобой работы. Так хочу уехать к морю беззаботно. Ты со мной закрой глаза, и мы взлетаем. Да, да, взлетаем. Оу, эй. Яу. Ты моя Барселона, я твой Месси. Мне плевать, что о нас напишут завтра в прессе. Абоненты стали недоступными. Ставим нас уроки, играем по-крупному. Ты моя вторая половина. Ты моя золотая середина. Раздали карты, у нас два фуллхауса. Всем привет, яу, от Микки Мауса. Как будто в небе светит наша звезда. Раскроет мир объятия, скажет мне да. На целом белом свете мы покорим лучшие города. Да, наши города. Я весь в тебе, я весь без остатка. Мы с тобой не из робкого десятка. Любые страны, любые континенты. Нам руки жмут президенты. Это то, что нас с тобой сближает. Ранним утром меня вдохновляет. Это то, что у меня внутри. Смотри, смотри. Как будто в небе светит наша звезда. Раскроет мир объятия, скажет мне да. На целом белом свете мы покорим лучшие города. Да, наши города. Да, да. Раскроет мир объятия, скажет мне да. Да, да. На целом белом свете мы покорим лучшие города. Да, наши города. Бума. Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Друзья, большой привет! Всем городам вещания страны ФМ В гостях у нас Александра говорит Тамерлан и Алена Ребята, что за Духовой инструмент? Откройте секрет, пожалуйста Используя новую песню и в клипе «Наши города» Как он называется, я не знаю Но я знаю, как он выглядит Он выглядит как такой горшочек На самом-то деле, да Духовой горшочек Это, если не ошибаюсь, с Африки привезли Такой духовой инструмент, и мы его записывали Вживую, то есть это не то, что какие-то там Какие-то сэмплы Или там что-то Опять же, на программе это все было бы живое Есть вот флейта, да Немножко похожа А слышно было бы, конечно Что-то там все-то Но это другой инструмент Просто он нам говорил название, но мы не записали Африканское название Глиняное Глиняное Мне кажется, оно больше такое, как какой-то кокос застывший, наверное Духовой кокос Я знаю, если аккорд сделаем, да Пусть это будет духовой кокос Духовой кокос, очень красиво Духовой кокос, да Если бы нет, да Мы придумали только что новый инструмент Какие еще орехи применяете В работе И любите Как правило, вообще сейчас, ну, или нельзя раскрывать такую фишку Можно, можно, нужно даже Мы не выпустим вас, пока не раскрываем Ну вот, например, в новом треке, да, мы использовали просто мой голос И просто там закрутили его в такой прикольный эффект И никто не знает, пока я не начала раскрывать этот секрет Что это ты? Что это за звук такой? Мы еще с вами послушаем Обязательно Это идет речь о песне «Она не виновата» Потому что это немножко битбокс такой, что ли, получается? Ну, нет, это даже как сэмпл звучит больше Живой сэмпл Живой сэмпл, да Только живой Давайте немножко истории дадим сейчас, опять-таки, для тех, кто, мало ли, может быть, пару человек есть, которые не в курсе и не знают А Тамерлан и Алену познакомились в 2009 году в просторах интернета, в соцсети Известны всем, одноклассники, даже назовем сейчас это смело А вдруг кто-нибудь еще там познакомится? Ну, я думаю, они гордятся соцсети Конечно, я думаю, что там доска почета должна быть своя Познакомились там И завязалась не то что дружба, а сразу прям творчество Творчество началось Творчество, именно только лишь творчество Потому что оказалось, что Тамерлан уже был поклонником творчества Алены Ну, скрытый, да, скрытый поклонник, да, Алена больше в музыке, чем я, и просто много я слушал песен ее, вот мне очень нравился ее вокал Ален уже свои вещи выкладывал какие-то, да, свои собственные песни, сочинения В нескольких коррективах же ты уже по работе Да, да, я вообще, ну, профессионально с 14 лет Ну, уже Алла Борисовна была на местном уровне, я так понимаю Можно и так сказать, да, естественно, по многим вокальным конкурсам принимал участие Были действительно, вот, хорошие, там, первые премии, чем я горжусь Ну, это был какой-то такой мой путь, это все нужно было Обязательно через это все нужно было пройти Для того, чтобы встретиться с Тамерланом А еще, говорят, очень важно для артиста ресторан пройти Ресторан был в твоей жизни? Кстати, вот ресторан не было Больше, наверное, было конкурсов, да, нежели... Ресторанов, кстати, не было Было странно-цирковое училище или есть? Было, да, вот это? Ну, наверное, это раньше надо было ресторан пройти, сейчас не обязательно А странно-цирковое училище, это интересно Да, это очень-очень круто, очень крутые педагоги Как попала туда вообще? Попала я на бесплатное обучение в тот момент, когда это было действительно сложно Я не знаю, каким... В общем, у меня был преподаватель, она в меня очень сильно поверила А там, ну, девушек брали таких постарше, будем говорить так, по фигурнее Кого готовили? Певиц или? Певиц, артисток таких видных, чтобы с формами Старно-цирковое, то есть певицы, чтобы они в это время делали фокусы, делали какие-то трюки, наверное Ну, там очень много цветовые артисты, там хореографы, там актеры, там сценарий То есть немножко артисты мюзикла, которые синтетические, которые могут все Да, и были вокалисты Как правило, почему-то вокалистов никогда не любили Потому что вокалистам все вот так вот, как-то все легко и просто А у цирковых, например, это больше физический труд, да И так далее Естественно, там выделялись самые яркие Я очень любила соул всегда и мелизматика Тогда она не очень приветствовалась в то время Но будем говорить так, я и выделялась за счет этого Вот, и вот сейчас вот немножко элементов мелизматики И такой R&B, соул у нас с Тамерланом в наших песнях Тем более, что Тамерлан рэпер Я всегда любила хип-хоп и выросла на этой музыке Рэперы всегда нравились? Нравились рэперы Ну, кстати, вот с Тамерланом так сложилось У меня никогда не было никаких отношений там близких, да Мы все... В общем, это твой первый рэпер, в том числе Последний рэпер, единственный рэпер Вот за этого рэпера я вышла замуж Она не виновата, говорят родственники И так, дорогие друзья, называется следующая песня Которая украшает эфир страны FM У нас, кстати... Это премьера, абсолютно новая песня, ребята Ну, а здесь 50 на 50, как писали, как творили? 83 на 83 Отлично, все, 5 секунд Слушаем внимательно, общаемся уже после песни Концертный зал страны FM Он считает, что до тла Она живет, мечтая Если он в реке волна Она просто святая Гарбоображение Грань пересечения Его взгляд Электрошоу Никаких запретов Без тени сомнения Когда рядом он Ей так хорошо Она не виновата Что дала когда-то Обещание На свидание Не виновата Что давно когда-то Могут с головой Лишь с одним тобой Миллионы лет с прохожих А он нашел ее похожую Под кожей бьется пульс Он не изучил ее наизусть Он играл с ней и попал в сети Он придумал, что ничего не светит Это трение создаёт движение И между ними снова напряжение Только поцелуев отбивает ритм Они нашли свой алгоритм Инстинкты Собирают пазлы Новые мысли Новые фразы Она любит Данты Алигери Он восхищается Моцартом и Сальери Словно муза Она его вдохновила Не виновата Этим покорила Она не виновата Что дала когда-то Обещание До свидания Не виновата Что давно когда-то Могут с головой Лишь с одним тобой Субтитры создавал DimaTorzok 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 В программе «Концерты заново» поздравляем Томерлан и Ален. Только что во все рестораны послушали абсолютно новую-новую песню. Ну, скажите, вот новая песня, когда появляется, даже видно, у вас глазки блестели, она звучала так радостно, приятно, да, довольна работой. А сколько должно прожить времени, чтобы вот эта песня, ну, стала уже так обыденной, пресненькой, так, ну, привычной песней-песней. Честно, честно, сейчас расскажу, вообще открою тайну. Вот недавно мы записали с Томерланом полный альбом, я его уже заслушала прям до дыр, и я сказала Томерлану, я хочу писать новую песню. А мы еще с этой концертной программой даже не выступали. То есть, смотри, релиз на январь он отменяется, сразу думаю, как? Придется, придется все-таки показывать, потому что очень многие ждут нашего нового материала, он очень разноплановый, есть там хип-хоп, такой рэпчик, есть лирика красивая, очень фирменная, я бы даже так сказала, не побоюсь этого слова. Есть танцевалочки веселые, ненапрягающие. Насколько я понимаю, какого-то концепта у вас нет, да, это романтические танцевальные, просто набрали количество песен, выпустили. Вот мы решили уже идти вот по такому пути, не придерживаться какого-то определенного стиля, хотя при этом нас называют R&B дуэт. А как же правильно вас называть тогда? У нас была задача, в первую очередь, вот перед собой ставили, написать такой разноплановый альбом, то есть, чтобы он был больше похожий на сборник, нежели на альбом, да, чтобы вот человек мог включить в машине, например, или в любом другом месте, да, вот, и послушать его, как каждая песня, для него это какая-то там своя история и в разных направлениях. И чтобы ему не надоедало. Да, да, да. Вот так. А как тогда все-таки правильно ваше музыкальное направление определить? Ну, все-таки мы, так как мы начинали, у нас наша первая песня, которая появилась там в интернете, да, и на радио, это песня «Хочу с тобой», это для тех, кто не знает, да, не слышал, это первая песня, из-за которой мы стали популярными, будем говорить так, и она больше в стиле R&B, поэтому вот к нам приклеилось это. Дальше у нас был танцевальный трек «Ты только мой», поэтому это уже был больше такой дэнс-хаус, я бы так сказала. Ну, поп-проект, наверное. Поп-дэнс, наверное, такой, да. Поп-R&B, дэнс, на самом деле, да. Кто как хочет, пусть так и называют. Мне тоже кажется, что разницы никакой нет, совершенно какой музыкальный жанр, главное, любимый, главное, что... Главное, чтобы нравилось, да. И чтобы ходили-ходили люди, конечно, и чтобы появлялись у вас новые вещи. Тамерлана и Алена, группа, правильно, да, все-таки говорите? Дуэт. Дуэт уже, Тамерлана и Алена, ну, а также еще муж и жена, Алена сама сказала, в общем, они не скрывают, надо сказать, свою личную жизнь. Нет, нет. И все это так случилось, вот само собой органично как-то, да. Интересная история в интернете, это предложение сделал, там, Ирлана, тебе под Новый год. Да. Ну, до этого вы, в общем, и не предполагали, что будете вместе? Вообще, ну, я просто не ожидала, на самом деле. Может быть, кто-то предполагал? Ну, как любой девушке мне этого хотелось, потому что я тоже мечтала о белом платье, я мечтала о красивой свадьбе. На самом-то деле, у нас, вот когда мы познакомились, мы познакомились сугубо для рабочих отношений, потому что, что я, что Алена, мы такие приверженцы, вот, без, вот, служебный роман, это не про нас. Это неправильно, это не нужно, зачем? Потому что оно где-то расслабляет, где-то какие-то, ну, то есть, не наша история, в общем. Вот. И мы вот были, ну, то есть, познакомились только для того, чтобы именно создавать творчество, творить, делать песни и так далее. И оно потом как-то впоследствии закрутилось. И как же это закрутилось, номерла? Потому что у нас как-то, ну, может, не знаю, заставили по-другому друг на друга посмотреть, и... А кто первый влюбился все-таки? Вы не говорили на эту тему? Ну, ты дату хочешь узнать, Саша. Нет, да почему? Ну, наверняка, они же выясняли это, например, что вот уже Тамерлан почувствовал, что у него больше что-то к Алене. Ален еще нет. Или наоборот, может быть, Алена уже подумала, ну, что же, как курица. Я просто, на самом деле... Алена, Алена, наверное, больше, да. Что? Первая? Я скрыла, что... Я... У меня была симпатия к Тамерлану, но... Я... Все-таки рэпер тебе можно понять. Но я не делала никаких первых шагов, я считаю, что это неправильно для девушки. А зачем же Алене уже глазками стреляет из церкви? Ну, я просто... И он уже сам пошел, пошел, пошел. И так мы виделись фактически каждый день, у нас там совместная работа и так далее. А потом вот что-то Тамерлана, видимо, переклинило, и в один прекрасный момент, после написания записи песни на студии, песня называлась «Крейзи-любовь», вот, и мы как-то, он меня решил проводить до дома. Потом он как-то там меня решил так поцеловать, ну, как-то так странно, не так, как обычно, да, как все целуются там при встрече, там, да. И, знаешь, пока Тамерлан до конца еще не покраснел, давайте войдем в песню «История» под названием «Я буду» продолжает музыкальную часть концертного зала. Тамерлана Алена. Тамерлана Алена у нас сегодня, да. Я буду, буду, буду твоей, а ты просто позволь мне. Я буду, буду, буду твоим, а ты только поверь мне. Остановись, постой, задержи мое дыхание. Среди серых дней, мама, я схожу с ума. От желания, раскрой свои тайны, я так жажду о тебе знать. Не смогу забыть ночи до утра с тобой вспоминать. Я буду, буду, буду твоей, а ты просто позволь мне. Я буду, буду, буду твоим, а ты только поверь мне. Я буду, буду, буду нежней, лишь бы ты был только доволен. Я буду, буду, буду сильней, и любовь моя на ладони. Свои мечты воплощаю, превращаю в реальность. Когда тебя рядом нету, ты моя виртуальность. Многие болтают, а ты меня послушай. Готов быть для тебя лучшим, лучшим, через терник, звезды вместе. Нам с тобой будет интересней. Сокровенные минуты радости мы с тобой пронесем до старости. Вечно молодые в своей реальности. Я буду, буду, буду твоим, а ты просто позволь мне. Я буду, буду, буду твоим, а ты только поверь мне. Я буду, буду, буду нежней, лишь бы ты был только доволен. Я буду, буду, буду сильней, и любовь моя на ладони. Я буду, буду, буду твоим, а ты просто позволь мне. Я буду, буду, буду твоим, а ты только поверь мне. Я буду, буду, буду нежней, лишь бы ты был только доволен. Я буду, буду, буду сильней, и любовь моя на ладони. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, мы продолжаем общаться. Сегодня Тамерлан и Алена в эфирной студии Страны ФМ. Задаем вопросы и зачитываем также сообщения, которые пришли в ВКонтакте Страны ФМ. Сергей спрашивает, любите ли Одессу? Это, наверное, вопрос к Тамерлану. А это знающие люди пишут, конечно. Одесса, конечно, это мой родной город, я безумно его люблю, у меня много родственников. А, ты, правда, не слышно, почему? Поближе в микрофончик говори. Много родственников? Много очень родственников, да, поскольку это мой родной город, я безумно его люблю. Вот и, естественно, при любой возможности, конечно же, с удовольствием приезжаю. Скажи, пожалуйста... У вас все родственники, все друзья. И учился ты там, да, тоже? Учился, да. Ну, не доучился. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, ну, учился, учился. Как же так, что ты не стал юристом, стал музыкантом, не стал спортсменом, ну, это понятно, это все-таки... Ну, спортсменом как я не стал? Я 13 лет занимался спортом профессионально, и просто, наверное, так сложились обстоятельства, что ли. Ну, как говорится, все, что не делается, все делается к лучшему. Все к лучшему, да. В целом, телерадиоканал, страна FM, кстати. Вот, я подводочку просто такую делаю. Красиво. Спасибо, спасибо. И да, и на самом-то деле вот так оно все произошло, что творчество, творчество, музыка, она как-то, наверное, больше, наверное, перевесила. Хорошо. Тамилан, было дзюдо у тебя? Было дзюдо, конечно. Конечно, я же занимался дзюдо до борьбы, я считаю, что даже дети, подростки обязательно должны заниматься. Со скольки лет пойдет Тимур? Ну, соответственно, Тимур, значит, да, тоже будет. Тимуру пока три годика, вот, скоро будет, поэтому ему еще рановато, он, скорее всего, больше так сейчас гимнастика, вот, потом плавание, наверное, пойдет. Вот, а там уже будет... И посмотрел на Алену, пойдет плавание. Да, да, да. Будет ли плавание? Ну, я, я, я все, я, ну, мне нравится дзюдо, это очень красивый вид спорта, но я пока не готова своего ребенка на татами. Ну, у нас как, у нас мы вот решили, что вот, что касается сына, мы ему будем даваться, ну, мы будем стараться давать его максимально, а к чему он будет ближе расположен, мы просто поддержим его, да. А ты еще петь начнем. Тест-драйв кружков, да? Ну, это очень мудрое, на самом деле, решение, мудрый подход, а ваши родители так же себя вели? Да. Не пытались куда-то там? Мои родители меня всегда поддерживали, они всегда знали, и моя мама мечтала, чтобы я была певицей, они всегда хотели... Совпало желание родителей твоего. Да, и меня всегда поддерживали на все конкурсы, папа со мной, там, клипы, песни, все, я очень им за это благодарна, что я не сбилась с этого пути. Творческая семья у тебя, расскажи. Творческая, все очень-очень любят петь, папа играет на гитаре. Вот, если мы там встречаемся, например, мы приезжаем, прилетаем с Тамерланом с гастролей, приезжаем к родителям, к моим... И нет, чтобы отдохнуть ребятам, связкам, дать возможность... Идем в караоке! Сейчас пою, сейчас пою, да. В караоке какая песня тебе лучше других удается? Не из своих. Я люблю исполнять песню Alicia Keys, Woman's Word. Да, но мы не поем в караоке, мы поем, да, когда вот больше... Близкие, среди близких, да. Так, конечно же, нет. Какие-то дни рождения, да, наши там праздники. Ты беру, а тебя тоже родители поддерживали в твоих музыкальных начинаниях? Ну как, у меня папа мастер спорта по дзюдо и по самбо, поэтому у меня особо выборов не было. Вот, я занимался дзюдо. То есть или дзюдо, или самбо? Ну, дзюдо просто было, на тот момент оно больше было распространено по секциям и так далее, поэтому, естественно, я занимался дзюдо и также уделял время и самбо. Это две борьбы, которые, в принципе, похожи. Вот, просто создавались они в разных странах. Специфика похожа, да. Ну, в общем, родители тоже спокойные относились к тому, что ты в конечном итоге выбрал музыку. Ну, в какое-то время, да. Когда уже выстрелил. Когда уже, да. То есть верили вообще в тебя, вот скажи вот так. Ну, может быть, по-отцовски где-то и верили, да. Ну, не совсем, может быть, это пока... Не показывали, да, хорошо. Ну, сейчас договариваться, скажите, сейчас. Конечно, конечно, удивляются. Папа Тамика каждый раз, когда к нам приезжает домой, он снимает шляпу. Да! Да, у них свои договоренности. Это их фишки. Вы знаете, да, у нас фишки и договоренности. Так, пообщались, послушали музыку. Посмотрели на артистов на экране. В живем посмотрели, на экране посмотрели. Следующий трек, который называется «Держи меня». Давайте мы сейчас его посмотрим, послушаем. Страна ЭПМ, все к лучшему. Субтитры сделал DimaTorzok За тебя всегда молюсь, где-то радуюсь и злюсь. Только о тебе мои мысли, храни нас в Божьей нашей жизни. Держи меня покрепче, с тобой мне будет легче. Прости, не опоздай, остановиться. По лезвию ножа, мы ходим чуть дыша. В этот момент ты мне так нужна. Сейчас, в эту секунду, каждый новый вдох для меня будет трудным. Я вдыхаю тебя порывом ветра. Мы унесемся, не застав рассвета. Туда, где все происходит между нами. Я с тобой хочу боить под небесами. За тебя всегда молюсь, где-то радуюсь и злюсь. Прости. Только о тебе мои мысли, храни нас в Божьей нашей жизни. Держи меня покрепче, с тобой мне будет легче. Прости, не опоздай, остановиться. И снова между нами, любимыми друзьями, Есть чувства, похожие на любовь. Есть чувства, похожие на любовь. Держи меня покрепче, с тобой мне будет легче. Прости, не опоздай, остановиться. И снова между нами, любимыми друзьями, Есть чувства, похожие на любовь. Держи меня покрепче, держи меня покрепче. Держи меня покрепче, держи меня покрепче. Держи меня покрепче, с тобой мне будет легче. Прости, не опоздай, остановиться. И снова между нами, любимыми друзьями, Есть чувства, похожие на любовь. Держи меня покрепче, держи меня покрепче. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Держитесь нашего курса и всегда будете в курсе самой лучшей, самой новой музыки и, конечно, замечательных артистов, которые приходят в гости в концертный зал. И даже познакомитесь с видео из личного архива наших гостей. Ничего не скрывает. Нету даже никакой интриги. Вы только что, если смотрели клип «Держи меня» от Мерланы и Алены, то узнаете, пожалуйста, там использованы настоящие кадры со свадьбы ребят, которая прошла в 2013 году. Никакой постановки, все абсолютно честно. Это видно, кстати, очень искренне, абсолютно там эмоции, чувства, очень красивые кадры. Замечательно просто. Вы же пишете песни, во всяком случае писали. Сейчас мы узнаем, хватает ли у вас времени на это сейчас. И для других артистов. Огромное количество не только украинских артистов, но и российских, уже хорошо известных, поют ваши песни, включая и «Текилу». И кого еще, ребята, напомните? «Текилу» — дуэт «Текилу» Насты Кочеткова, Ольги Бузовой «Текилу». Да, «Смэш». И очень многие другие артисты. Мы, в принципе, нам это нравится, это наша профессия. Мы, кстати, «Файмстер Фэмили» вспомнились сейчас. «Файмстер Фэмили», да, потому что, ну, ребята работают в такой стилистике, которая где-то нам, где-то близка, да, и нам легко вообще, в принципе, писать песни для таких проектов. А как вы принимаете решение, вот это давать песню или нет? Когда понимаете, что, ну, нам что-то не надо, нам это неинтересно петь, мы получше себе напишем «Тамерлан, давай эту песню отдадим». Тебе вершки, мне вершки, как это происходит? Дело в том, что на самом деле всегда очень больно отдавать очень крутую песню, которая написана, потому что бывает, есть несколько демо, которые у тебя есть, ты высылаешь их, и человек сразу забирает. То есть ты уже не можешь себе оставить эту песню, но мы всегда, «Тамерлан всегда говорит, не переживай, напишем новую». Как пришло, так и ушло. Будет еще лучше песня. Да, то есть это не мешает нам писать и для себя хорошие песни, потому что бывает такое, что, например, автор пишет другим артистам песни лучше, чем, например, себе. Может, они не подходят. Может быть, да. По энергетике. А может быть, дело в том, что сам себе он не платит, а все другие ему хорошие деньги, и так далее, в амул за настроение. Он делает даже не в деньгах, на самом деле, да. На самом-то деле, когда момент происходит, кто-то ставит на первое место деньги и так далее, а творчество начинает проседать. То есть не будет того, да, чего ты изначально про себе что-то думаешь. Поэтому, как правило, к нам артисты обращаются заранее. То есть напишите вот под нас песню. То есть не то, что мы там своего багажа что-то там выкладываем. В ящике посмотрели, покопались тогда. Ну, вот это можно, да. Нет, у нас такого нету. То есть мы отслушиваем, например, песни артистов, чтобы угадать в ту стилистику, да, чтобы для него, в первую очередь, было комфортно исполнение этой песни, чтобы он мог ее прочувствовать, как бы, да, и круто ее исполнить. Потому что это тоже немаловажно. То есть есть очень крутая песня, и автор, он, может быть, где-то не дожимает, да, где-то не дает ту эмоцию, которую бы хотелось бы получить на выходе. И песня где-то вот она. Слушайте, как интересно, а при этом вам тему задают? Да, задается тематика обязательно. Несчастная любовь. Про несчастную любовь. Или, например, хочется веселое что-то такое. Новый год. Легкое, да. Или Новый год, или лето какое-то, да. То есть обязательно все обсуждаем, и вместе проговариваем, вместе встречаемся. Даже вокальные данные оцениваем, потому что тоже люди... Не у всех бывает там по три октавы, например, да, как у Марая Керри, или там у нее четыре, да, если я не ошибаюсь. Вот, а есть более... Какая разница, она рассталась со всем миллиардером? Да. Теперь хоть сколько октав. Девочки, девочки. Так. Давайте к музыке. Мы отдельно об этом поговорим. Во время... Нет, лучше после программы, во время песен. Не будем разговаривать, вы смотрите, слушайте. Самое главное не забыть, что пластинка в январе выйдет, пластинка поступит в магазины. Да, мы планируем, мы уже ее закончили, мы ее записали, вот, как ты говорила, да? Название-то скажите. За две недели называется она «Потоки ветра». «Потоки ветра». «Потоки ветра», да. И во второй половине января она будет. Все. А сейчас будет следующая песня. «Хей, йоу!» Неосторожно, моя королева из сказочных книжек. Подойди ко мне, будь ближе. «Хей, йоу!» Это любовь. Обещает быть конечна. Так кричу я. «Хей, йоу!» Солнце мое. Сколько ты любили вечно. «Хей, йоу!» Смотри в глаза. Знай, каждый хочет просто любить. Если веришь «Хей, йоу!» К чему слова, если можешь бедра стопить. В моей руке бьется пульс. В твое сердце я с криком ворвусь. В твоей руке бьется пульс. В твое сердце я с криком ворвусь. «Хей, йоу!» Закричу я «Хей, йоу!» Эта любовь обещает быть бесконечна. Закричу я «Хей, йоу!» Солнце мое. «Хей, йоу!» Только ты, люби меня вечно. Знаешь, только ты, 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 ты один. Сердце мне открыл. Знаешь, только ты, 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 ты один. Счастье подарил. Дай мне свою руку, делай со мной бум-бум. И твои губы моими будут. А-а-а-а, астаманьяна, Испания, я. Собираю тебя, летим на острова, под эту трек, только ты и я. «Хей, йоу!» Пробежит над городом, в котором мы вдвоем. Ты закрываешь мое сердце, манит к тебе, никуда не деться. Ты моя, даже если карта бита. Если наши дороги закрыты, мы синьорита. Слышишь шай, тот ритм, пусть сильнее в груди стучит. В твоей руке бьется пульс, в твое сердце я с криком ворвусь. В твоей руке бьется пульс, в твое сердце я с криком ворвусь. Закричу я «Хей, йоу!» Закричу я «Хей, йоу!» Это любовь, это любовь. «Хей, йоу!» Это любовь, обещает быть бесконечной. Закричу я «Хей, йоу!» Солнце мое! Только ты, люби меня вечно! Знаешь, только ты, 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 ты один. Сердце у меня один. Знаешь, только ты, 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 ты один. Солнце у меня один. Солнце у меня один. Концертный зал. Мы с Александрой Хайрулиной сдерживаем себя, чтобы не пуститься в пляс, потому что она очень энергичная музыка. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Мы очень старались. Мы с вами уже тут пустились в пляс, да, фактически? По столу танцуем, да. Есть какая-то творческая пара, на которую вы, может быть, равняетесь? Ну, не знаю, к примеру, Линда Гутин и Анджелика Варум. Конечно же, есть такая пара, это Объем и Джей Зи. Хороший пример. Да, да, наверное, так больше. Они нам как-то близки, нам нравится то, что они делают, и каждый по отдельности, и вместе. И мы смотрели на их концертах просто сумасшедший ажиотаж, и когда у них идет совместная песня, когда они выходят и показывают из семейного архива свои видео, я прям плачу, если честно. И причем плачу каждый раз, когда вижу такое видео. А на сцене тебя что-то может так вот растрогать, чтобы искренние эмоции вызвать? Может. Я, так как нам со сцены видно людей, да, и, как правило, мы смотрим в их лица, да, в их глаза, и я увидела вот совершенно, кстати, недавно на одном из концертов, я просто не помню, в каком городе, девушка под песню «Хочу с тобой», видимо, ее вот захлестнула эта вся история, потому что история этой песни вообще, очень много людей под нее женились, например, или кто-то расставался, кто-то влюблялся. То есть эта песня во многих судьбах сыграла большую роль. Была музыкальным саундтреком, была определенного момента жизни. Да, 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 можно и так сказать. Поэтому вот и опять же этот трек нам принес популярность. И я видела прямо на концерте, когда я ее исполняла, я увидела девушку, у нее слезились глаза, и я как-то так вот на ней заострила свое внимание, и меня это захлестнуло. Я почувствовала ее эмоцию, что переживала. Я еле допела эту песню, я старалась отвлечься, но очень сложно, потому что… Вы видите эту древущую девушку? Истеричку эту. И, кстати, такое было не раз, на самом деле. Мне это очень круто, мне кажется, это реально дорогого стоит. Самая, наверное, лучшая эмоция, которую я получала на сцене. Ну, а рассмешить что-то может? Может, были такие истории? Доволюсь. Да, могут однозначно… Сколько таких ситуаций было, да. Ну, очень такие смешные танцы. Танцующие персонажи. Причем при этом очень серьезные лица. Как будто он этому обучался несколько лет вообще, да. И готов даже очень много таких. И готов дать тебе батл бой, да. На самом деле это достаточно так смешно, и бывает даже ты себя ловишь на эту мысль. А что ты при этом отворачиваешься куда-то в сторону, чтобы прохихикаться? Просто закрываясь глаза, наверное. Да, да, стараюсь как бы немножко… А самое главное, стараемся не ловить глаза друг друга, потому что если мы посмотрим друг на друга в этот момент… Это финиш, это вообще финиш. Но на самом деле это очень круто, потому что мы любим, когда люди отрываются на наших концертов, когда они приходят на концерты для того, чтобы отдохнуть, расслабиться в своих трудовых будней. Иначе вообще нет смысла просто. Насколько отличаются концерты в курортных городах от концертов в обычных городах? На самом-то деле, на удивление, в курортных городах они проходят немножко сложнее, чем в других городах. Почему? Потому что своеобразная публика, она такая более отдыхающая, да. То есть… Она может на заказ попросить какую-то песню, которая к вашему репертуару не имеет такого отношения. Нет, нет, нет. Такого, слава богу, ни разу не было. У нас такого не было, но мы слышали такие ситуации. Да, вот они не готовы к каким-то интерактивам, да, вот не настолько готовы. То есть у них вот так вот они сели там или стали, я не знаю. То есть, слушай, вы еще шашлыком торговали, да, слушай, да. Они бы не удивились. Да. Ну, я на самом деле не помню, Тамерлан, такого. Ты сейчас рассказываешь, а я что-то не припоминаю. Ты пела на сцене, он просто… А он наблюдал просто, видимо. Я просто смотрел, да. Ты… 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 Моя сага, я твой вампир Сотни путей мы выбираем первый Продолжаешь играть мне на нервах Актриса, но я люблю тебя такую Когда тебя нет рядом, я тоскую И до последней капли Я хочу лишь одного тебя И только с тобой я верю Что мы ускорять умеем время Как будто бы час летеля Ты станешь моим на самом деле Тебе навстречу Мой первый шаг И губы, губы Пускай нельзя знать Слишком поздно Нам помешать мало, так мало тебя Мало мне, мало мне слышишь Мало тебя Ты холодно, холодно Нужно прячь мне огня Ведь мало мне, мало мне слышишь Мало тебя Медленно я с ума Немедленно ты с ума Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Спасибо! По 2.09 я помню «Гатилица» Я помню, как мы кричали Встречай столица, молодые За спиной только ветер Мы мечтали От заката до рассвета Ночной голод, метро, пустой вагон Я говорил тебе, что будет нашим этот трон В окне отдалялся перрон Верил в нас, сжимая в руке жетон Я не могу Я не могу Жить без тебя Жить без тебя Тебя люблю Ты для меня Моя мечта Моя мечта Моя мечта Моя мечта А мурашки поклонны И здесь аплодисменты Спасибо Друзья Танерлана Алена, ребята У нас сегодня в программе Концертный зал Обязательно сегодня вечером Отправляйтесь на выступление Ребят, еще раз где, во сколько, что вы рассказываете Шахтите раз Начало 22.00, ребят Всех ждем Всех ждем Лучшие песни В общем, мега замечательный вечер Крутая ночь Кто о чем, а я о подарках Да-да-да, я наблюдаю Какие-то погибли Мы вручаем нашим друзьям Подарки Спасибо вам большое За то, что вы к нам пришли Спасибо вам Мы очень хотим еще узнать Как у вас Тимурчик поживает Проявляет ли он какие-то способности музыкальные Что Когда Новая песня Что поет Я ему говорю Тимур Я буду, буду, буду Он твоей Поет Потоки ветра Говорит, мам Спей Спей песенку Потоки ветра Просит даже А когда Иногда у него такое бывает Он Покажи Алена Амаргалиева Алена Амаргалиева Делает вот так вот Пис Мы, конечно, с него хохатываемся Он очень умный мальчик И всесторонне развит Уже Алфавит английский даже знает Вот так Хотя ему еще нет трех лет Между прочим Конечно, спасибо большое Нашей няне Нашей бабушке И иногда мне За то, что успеваем им заниматься А папе И папе А папа у нас спорт Спорт Папа кувыркается Папа и мама Научил его кувыркаться Расскажите про ваше сотрудничество с Бастой Вот чего еще мы хотели бы узнать Записали трек Который когда-то был написан Мною в соавторстве Для Текилы Кочетковой Я поднимаюсь на землю Очень многие спрашивают Слушатели Почему? Зачем спели этот трек? Зачем спели Баста и Алена? Это чужой трек На самом деле Я являюсь соавтором Вместе с Артиком Который является В проекте Арти Касти Конечно И сейчас Просто Баста дал Новое дыхание Этому треку Он такой ракешный Немножечко Когда клип? Клип Вот уже Мы на самом деле Уже есть минута монтажа Первое число декабря Первое число декабря Мы сами ждем Очень-очень интересная картинка Такое киношное видео будет Вот Так что Надеемся удивим В январе новый альбом Да В декабре новый клип Сегодня концерт И новая песня Она не виновата Вы молодцы Она не виновата Продолжайте радовать Своих поклонников Все новыми-новыми Хорошими Красивыми работами Клипами Песнями Улыбками Красивыми Детками В общем Большое спасибо За подачи Приезжайте почаще к нам Страна АФМ Программа концертный зал Тамерлан и Алена Ждут вас сегодня На своем выступлении В соцсетях У ребят тоже есть Подробности Еще раз спасибо большое Ну и заказывайте На корпоративы Спасибо за крутую До новых встреч Спасибо Надо бы В финале этого часа Надо бы не остановиться Но не могу в тебя не влюбиться Надо бы не быть осторожной Не только Теперь невозможно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо бы не быть осторожной Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok